Сегодня поговорим о красоте и привлекательности. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. Давненько я не снимала видео такого контента. Если вы соскучились по моим более полезным видео, чем котик управляет моим макияжем и всякая неведомая хрень управляет макияжем, то обязательно ставьте на это видео лайк. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ведь там я уже достаточно давненько пишу что-то более полезное, чем просто фоточки. С подписью а-ля сердечко, так что подписывайтесь, я вас буду там очень сильно ждать. И, конечно же, прежде чем мы начнем это замечательное видео, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомление о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Я выделила 7 пунктов, которые я считаю самыми важными. И мне будет очень интересно, какие из этих 7 пунктов ты соблюдаешь, а какие нет. Поэтому после того, когда смотришь это видео до самого конца, обязательно напиши в комментариях, какие пункты ты делаешь, а какие пункты нет. Для начала давайте немного разделим два понятия. Ухоженность и красоту. С одной стороны, красивая девушка. У нее может быть грязная голова. Прыщи на лице. Фу, чем так воняет. Ну, а ее черты лица, волосы и сама фигура сами по себе настолько хороши, что ее ничего не портит. При этом эта красота, она всегда субъективна. Ну, можешь сама проверить. Возьми, например, фотографию любой девушки, которая тебе безумно внешне нравится, ну или даже парня, и покажу эту фотографию просто тупо разным людям. И ты увидишь, что каждый человек будет реагировать по-своему. Кому-то тоже очень понравится человек, который ты ему покажешь, а кто-то скажет, фу, блин, что за урод. И есть второй пункт, который важнее чистых внешних исходных данных. Это ухоженность. И тут, принцесски мои, вкусовщина уже не так важна. Дальше я расскажу вам о семи важных пунктах, как быть именно ухоженной. Потому что именно на это каждый человек может повлиять. Как бы красиво не была одета девушка, или какая бы великолепная укладка у нее не была, если неправильно подобран тональный крем, это сразу обесценивает весь ее классный внешний вид. Если тон подобран неправильно, это сразу бросается в глаза. О, кстати, здесь очень важно отметить, что неважно, в чем именно заключается фейл с подбором тонального средства. С неправильным подбором тонального средства. Он может быть слишком темным, или, например, слишком желтить вашу кожу. Или он слишком светлый. Тоже такое себе развлечение. Но тут есть еще один небольшой парадокс. Вы можете идеально подобрать тон тонального крема, то есть, чтобы он прям подходил под вашу кожу идеально. Но если он не подходит по тону, эффект будет тот же самый. Конечно же, очень важна уместность. Что ты одеваешь и, главное, куда ты одеваешь. Ты можешь быть одета суперкрасиво, суперстильно. Да, как угодно ты можешь быть классно одета. Но если твоя одежда совершенно не соответствует тому, куда ты собралась, это будет выглядеть крайне странно. И ухоженным твой образ уже никак не назовешь. Ну, например, я больше чем уверена, что вы в своей жизни неоднократно встречали таких девушек, которые даже в какие-то магазины, например, идут при полном параде. И да, иногда действительно бывает такая ситуация, что ты уходишь с какого-то классного мероприятия и заходишь в продуктовый магазин. Это норма. Но есть же люди, которые ставят своей главной целью всегда выглядеть на миллион. Не знаю, чего на миллион. Конечно же, очень важно следить за тем, чтобы твоя одежда всегда была чистой. Это прям вот, ну, супер обязательно. Но также и выглаженной. Потому что ты можешь иметь достаточно чистую кофточку, но если она вся будет мятая, то твой общий вид никак нельзя будет назвать ухоженным. Или, например, смотри, всевозможные волосы, которые остались от кота или от меня, соответственно, самой. Это все очень сильно портит вид. Возможно, вы скажете, ну, где же найти время, чтобы погладить свою собственную одежду, когда утром, блин, хочется. Единственное, что хочется, это вскрыться, потому что слишком лениво идти в ту же самую школу или слишком лень собираться в универ. Но кто отменил вечер? Одежда может быть не очень новой. Она может быть не очень дорогой. Но если целый вид опрятный, то о тебе можно спокойно сказать, что ты ухоженный человек. Поэтому просто следи за состоянием своих вещей. Если особенно у тебя их немного, тебе будет это сделать не так уж и трудно, потому что, когда у тебя немного вещей, ну, сама понимаешь, следить за ними гораздо проще. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Очень важно иметь чистые носки, чистые колготки. Почему это важно? Казалось бы, а какая разница на все эти носки, кто их вообще увидит? И какая разница, если дырявые колготки? Ну, подумаешь, дырка. Ну, подумаешь, чуть воняет. Никто же это кроме меня не заметит. На самом-то деле все гораздо сложнее. Я совершенно не просто так эту сцену вам показала именно в спортзале, потому что обычно именно в местах подобного рода все время происходят всевозможные фейлы. Но давайте все вместе вспомним школьную раздевалку. Вроде как, есть какая-нибудь классная девчонка. Прям вот... А потом заканчивается урок физкультуры. Она переодевается. И ты видишь это. Или подранные колготки, которые, очевидно, были нестираны очень-очень-очень-очень уже давно. Или какие-то очень грязные носки, которые тоже явно были далеко не вчера постираны. В общем, весь образ, он рушится. И в понятие ухоженная девушка или парень никогда не входит что-то вонючее. И уж тем более какие-то носки или колготки, или челки. Поэтому все грязное нужно стирать. И вообще, стирать носки, казалось бы, такой очевидный момент. И всякие ваши такие вещи нужно сразу после того, как ты их используешь. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. В течение дня нужно следить за своим макияжем. Неправильно совершенно один раз с утра пораньше накраситься и на целый день уйти, ни разу не посматривая на себя в зеркало. Конечно, в какой-то момент тушь немного может потечь. Помада может тоже куда-то растечься или остаться только в каком-то локальном месте. А все остальное будет съедено. И будет это выглядеть совершенно неаккуратно, небрежно. И, естественно, такой макияж никак нельзя назвать ухоженным. Поэтому просто-напросто носите с собой в косметичке свою любимую пудру, которую вы будете периодически поглядывать. И нет, это не значит, что нужно каждые пять минут брать и просто как-то опудриваться. Не надо так. Не надо. Нужно просто-напросто иногда туда поглядывать. Два-три раза за день более чем мог. Каждый раз, когда вы заходите в туалет, можно просто посмотреть на себя в зеркало, повнимательнее рассмотреть, что у вас там по прическе, что у вас там по макияжу, сделать соответствующие выводы. И если что нужно поправить, то поправить. Кончайте, девочки, кончайте за мной шутить. Няшки. Следующий момент очень важный. Это украшения. Я не знаю, на самом деле, почему этому уделяется такое количество минимальной времени, потому что на самом деле этот момент достаточно весомый. Украшения. За ними нужно следить. Если у вас есть украшения, неважно, это золото или это бижутерия, то обязательно понимать, что за этими вещами нужно следить. Хочу вам просто сказать, пользуясь случаем, что если у вас есть украшения, неважно, опять-таки, какие, нельзя хранить их все в одном месте. Почему нельзя? Потому что они начинают царапаться, они начинают друг от друга обтираться, и они просто-напросто быстрее теряют свой так называемый товарный вид. Поэтому лучше украшения хранить на каком-то расстоянии друг от друга, чтобы они как можно меньше друг с другом соприкасались. Еще, кстати, на тему украшений есть маленькие важные моменты. Украшения нужно надевать в последнюю очередь. То есть сначала мы надеваемся, делаем макияж, укладку, обязательно лак, если мы им пользуемся, и только потом украшения. Почему? Потому что, например, тот же самый лак, те же самые духи, они очень плохо влияют на бижутерию, и они способствуют тому, что она как можно быстрее портится. И внезапно очень странный пункт, который я выделила специально последним. И он будет касаться вашего рта. И, возможно, вы сейчас подумаете, что я буду говорить вам о том, что нужно чистить зубы утром и вечером, но, камон, мне кажется, все знают, что это нужно делать. Я же расскажу вам про чистку собственного языка. Чистить язык, это так же важно, как чистить зубы. Все, что вы в течение дня кушаете, в то, что в течение дня у вас оседает на зубах, все то же самое, только в двойном-втройном количестве оседает и на языке. Есть специальные зубные щетки, которые приспособлены для того, чтобы чистить именно язык. Есть специальные зубные щетки с обратной стороной, с такими, знаете, насадочками. Кстати, возможно, если у вас есть проблема плохого запаха изо рта, и вы не понимаете, в чем причина, и вы еще, конечно же, не были у врача, попробуйте просто начать чистить свой язык. Во-первых, он будет выглядеть более эстетично, и вы сможете его показывать людям. А во-вторых, у вас не будет налета, что тоже очень важно. И да, возможно, это даже повлияет на неприятный запах изо рта, это, согласитесь, совершенно не признак ухоженного человека, ну вот прям вот вообще. Я очень давно не снимала такие видео, и я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вы хотите больше подобного контента, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на мой канал, тык, и, конечно же, я жду вас в своем инстаграме. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайк, хотя я уже об этом сказала. Пока!